Переволдятого, друзья, тема интереснейшая и секретная. До сих пор она хранится в таком секрете, что даже я, которая могу заняться таким внутренним своим расследованием, не берусь пока за это, потому что никто не поймет прежде всего поэтому. А если поймут, то возможны разные варианты. Тема очень горячая. Столько лет прошло, 50-е годы. А мне, друзья, настолько страшна эта тема для кого-то, а для кого интересно, друзья, ну что сегодня даже не заканчиваются эти дела. И сегодня продолжают умирать люди в Свердловской области на перевале Дятлова. Это новость от 21 августа 2021 года. Итак, в Свердловской области на перевале Дятлова из-за остановки сердца погиб туристический инструктор. Туристы, которых сопровождал инструктор, отправил сигналы СОС. Они находятся на территории Печора Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунир и горных модулей Европа-Азия. По их словам, больше никто не пострадал. СОС отправил. СОС это о многом говорит. Если до 17 часов спасатели не прилетят, идем до модулей Щебенка, говорится в сообщении туристов. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на место происшествия уже вылетел вертолет местного отделения медицины катастроф. Перевал Дятлова – одно из самых популярных, таинственных и опасных туристических мест в Свердловской области. Оно интересует гостей в том числе из-за трагической смерти туристической группы в феврале 1959 года. Тогда, во время похода, погибли 9 лыжников, среди которых было 5 студентов, 3 инженера и инструктор турбазы. При этом, как писали СМИ, рядом с телами было оружие. А писали они вот что. Писали СМИ 24 февраля 2021 года, несколько месяцев назад. В деле о гибели группы Дятлова появились сведения об оружии. А где же эти сведения были все эти годы, друзья? 60 лет. Где были эти сведения? Ну, где, друзья? Конечно, под грифом «Секретно» там столько людей погибло. При том, когда начинали расследовать это дело, местных жителей запугали так, что они никто не смел слово рта открыть в распоряжении группы Дятлова, пропавшей на Уральском перевале. Возможно, было ружье. Вот так. Ни много, ни мало. А что здесь такого? И об этом сообщает сайт КПРУ со ссылкой на записи поисковиков 1959 года. Издание опубликовало страницы из дневника начальника поисков Евгения Масленникова, разыскивающего Лыжников. Записки обнаружили в своем архиве поисковик Владислав Карелин. За столько лет, друзья, эти записки можно было подкладывать и подкладывать. А что за столько лет? Там все перечитали. Там все перенюхали в этих записках. И раньше не было ружья. А теперь, спустя столько времени, с 1959 года, обнаружили новые записки, которые якобы никто раньше не заметил. На листках представлены списки групп поисковиков. Также содержится информация о том, что они пытались установить прогноз погоды в ночь гибели группы. Метеорологические данные не были упомянуты в уголовном деле. Но вот еще одна интересная деталь. Масленников пишет, что некий Солесарев с 70-го участка беседовал вечером 26 января в 22.00 с Дятловым в Визжае и увидел, что у него, у Дятлова, было ружье, сообщает издание. Отмечено, что этой информации также нет в уголовном деле. Ранее стало известно, что МЧС сообщили о местонахождении туристической группы из Москвы, незадолго до этого пропавшей на перевале Дятлова. А дело было вот в чем. В ГУ МЧС по Сардловской области рассказали, что туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова, в настоящее время находится в Екатеринбурге и готовится вылететь в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка министерства. В ведомстве отметили, что данная группа туристов не была зарегистрирована в МЧС. Там также сообщили, что в настоящее время в районе перевала зарегистрированы три тургруппы, но они выходят на связь со спасателями. А ранее сообщалось, что туристическая группа из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, связь с ней установить не удается. А то, что эта группа вдруг, по каким-то данным МЧС, оказалась в Екатеринбурге, да еще и готовая вылететь в Москву. Друзья, ну кто же это проверит, скажите? Кто может это проверить? Никто. Правильно? И мало ли там, что скажет МЧС, где доказательства, и где вообще какие-то фактические документы, что эта группа готовится. Должны быть билеты, должны перечислены быть имена. А то, что она вместо одного места оказалась в каком-то Екатеринбурге, непонятно почему, друзья. Она не вернулась на место, группа которая пропала. И вот когда она не вернулась на место, возможно, друзья, чтобы не беспокоить общественное мнение, сообщили, что она все в порядке. Спите, жители Багдада, группа вылетает в Москву. Вылетела ли? И кто теперь проверит? Вот пропали дети из Артека, и никто в стране не знает, где они. Информации нет. Информация о группе. Кто ответит, куда делись дети? Никто. И никто не пишет, вроде бы нигде. Не тревожит ни руководство Крыма, ни руководство МЧС, ни руководство ОМОН. Кто забирал детей? Неизвестно. Куда забирали детей? Неизвестно. Потому что вроде бы сказали так. А как оно на самом деле было? Показывали ли родителям детей в этом лагере, куда их вывезли? То есть в концентрационном лагере, куда вывезли детей из Артека. И никого к ним не подпускали. Где дети, друзья? А вы знаете, что Украина при Украине славилась это место тем, что продавали живой товар за границу? Славилось место Крым. Именно оттуда продавали и уходили яхты к турецким берегам. Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна. Вот такая ситуация у нас с вами. Верить кому-либо невозможно. И поэтому, когда на перевале Дятлова сейчас в этом году в феврале пропала группа туристов из Москвы, они не вернулись из похода. И как сообщали, что путешественники должны были уехать в среду 10 февраля в 8.00, однако до сих пор не вернулись. При этом с ними не удается связаться. Это сообщают источники, те, которые держали связь с путешественниками. По словам источника, 8 человек посетили перевал, чтобы почтить память знаменитостей туристической группы Дятлова, погибшей там в 1959 году. В 1959 году группа туристов под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход высшей категории сложности по Северному Уралу. Все участники погибли. В 2020 году Управление Генпрокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе назвало причиной гибели Дятлова. Я не буду вам рассказывать о том, что они сообщили, но это бесполезно, друзья. Вешать вам очередную лапшу на уши, что сообщили, что они даже дело закрыли. Если до сих пор ничего не известно, до сих пор, как вы видите, гибнут люди, до сих пор все покрыто тайной. Неужели кто-то вам сообщит правду? Я думаю, что правда настолько страшная, что ее хранят 60 лет. Под запретом, под грифом секретно. Что же это за тайны, которые хранят от народа населения? Боятся озвучить. Но ведь многие знают те, которые причастны. И они боятся так же говорить. Даже люди на похоронах боялись говорить о том, на похоронах группы Дятлова. А уже что с этой группой настоящей, которых было 8 человек, и так же пропали, я не знаю. Я не верю ни МЧСникам, ни каким-либо сообщениям, что якобы группа готовилась вылететь в Москву. Она не явилась на базу. Она не объявилась на месте. Но однако же для спокойствия объявили, что она вылетает из Екатеринбурга в Москву. Спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Кстати, хочу сделать, конечно, я тоже материал о группе Дятлова. Но вот никак не решаюсь. Честно вам скажу, друзья, не решаюсь. Уж я с моей-то смелостью... Конечно, с одной стороны, я боюсь ошибиться, друзья, сказать что-то не то. А с другой стороны, ну, я тоже не хочу рисковать ни собой, ни своим здоровьем, потому что кто-то это взял и спрятал на долгие годы. Я думаю, что на ближайшие 30 лет ничего мы не услышим нового. А когда уже люди умрут, когда уже поколение за поколением сменится, и нашим внукам будет, да абсолютно наплевать о том, что было на самом деле с группой Дятлова. Потому что технологии шагнут вперед, и тогда узнают, какие технологии применились к ним в 1959 году. Ну, тогда, может быть, откроют. Лет, так скажем, через 50. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.